здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на канале дионис и сегодня в гостях вот такой напиток это бурбон давно я не пробовал приличных бурбонов что он приличный я догадываюсь потому что базовый релиз этой марки а это for roses я пробовал и в моих обзорах есть видео кстати на берегу моря ознакомился с этим напитком и я помню что он мне очень и очень понравился вот поскольку как правило релизы идущие по возрастающей особенно среди американцев они отличаются в лучшую сторону более лучшую поэтому вот смеем надеяться давайте откроем бутылочку откупорим эту бутылочку и разольем его кубака вам я не оговорился насчет по бокалам хочу попробовать вот таким образом и так опля настоящее дерево и настоящая пробка о и настоящий аромат сделаем вот так обычно вот из таких бокалов рекомендуют пить виски в том числе бурбоны а здесь мы будем именно придаваться изучению нюансов просто я помню что не помню в каком обзоре но по моему именно на бурбон или на виски в час и вообще я мне как-то там аромат понравился больше из одного из бокалов а вкусу с другого поэтому попробуем вот так сегодня дорогие друзья хочу предупредить что если вдруг у кого-то появится шальное такое желание вместе желанием и возможность помочь каналу то в описании будет информация как и что это сделать и так перед нами красивая бутылка очень красивая бутылка for roses small batch small batch переводится дословно как маленькая партия но насколько она как говорится маленькая здесь не указано напиток этот привезенный за границы поэтому никакой информации на русском языке нету так сейчас возьму лупу и почитаю что здесь написано еще кентукки стрейт бурбон виски крафт от from for select bourbons 45 процентов алкоголя 700 миллилитров объем так но в сети я прочитал для себя такую информацию что так ну что 45 процента алкоголя я уже прочитал что этот бурбон выдерживается порядка семи лет в обожженных бочках из белого американского дуба собственно что нам и нужно знать никаких красителей никаких подсластителей как мы знаем бурбонах не используются поэтому насладившись красивым графином а графин действительно очень красивый смотрите вот как сделано интересно 4 розы это вот такая вот выштамповка на стекле и как изящно и с каким дизайнерским изыском этикетка обходит вот эту вот выштамповку то есть в этикетке ровно вот такая вот прорезь как вот этот барельеф и сверху это все вот так крепится и отличное стекло белоснежная прозрачная в купе с натуральной так дорого выглядящий шикарно затыкаемой пробка это просто не графина вот одно наслаждение именно вот держать в руках и его с ним взаимодействовать но наступает как говорится время че заняться более важным делом поэтому графинчик мы отставляем и берем в руки рюмочки и так что касается визуальной составляющей ну да жидкость достаточно маслянистая ножки не стекают прямо как ножки все так равномерно опускается по бокалу виде такого вот шлейфа но вот если вот так вот повернуть то да этот шлейф переходит в отдельные ножки так не торопясь и не хотят здесь конечно мы ничего такого не видим поскольку бокал резной ну цвет замечательный цвет такой темного пива но темный интернат его можно назвать можно коньячным назвать в общем очень интересно что этот цвет вот приобретен самостоятельно без всяких добавок вот и он очень замечательный и вот поэтому я думаю что производители пытаются усилить вот цвет таких не нам не набравших самостоятельный цвет напитков потому что вот так это все намного приятнее выглядит более презентабельно наверное вот их понять можно и так что нам скажет нос кстати интересная история создания вообще марки и легенды названия этой марки я просто не хочу сейчас на это тратить потому что в первом ролике в своем обзоре я чуть-чуть касался этого ну кому подробно интересно еще можно просто почитать в сети об этом ну да вот здесь конечно более ярко выраженный аромат и собственно что представляет из себя этот аромат это ну я бы не сказал что это типичный бурбон здесь не бьет в нос вообще никакая спиртуозность его как раз и здесь вот такой на первом плане тоже наверное нет хотя вот уже несколько вдохов я сделал первое это наверное что-то все-таки парфюмно-деревянное но опять же все так разложено гармонично ничто вот не бьет в нос первонаперво поэтому немножко даже сложно вычленить есть чуть-чуть доли к сладости есть доля кислинки таких каких-то что-то между мочеными яблоками и мочеными огурцами но очень деликатная повторюсь парфюмность прям сеть сразу есть такая интересная немножко немножко может быть сигарная немножко кожаная но даже уже ароматика вызывает слюноотделение вот здесь прям больше соленых каких-то вот таких вот из бочки какой-то может даже квашеной капусточки чуть-чуть тех же яблок тех же огурцов такой немножко более самогодистый здесь вот аромат парфюмности по-моему нет вот это здесь нет так давайте пробовать ваше здоровье дорогие друзья попробуем сначала отсюда ага вот здесь я бы сказал спиртуозность я почувствовал но все-таки крепость приличная 45 оборотов это все 45 оборотов поэтому спиртуозность я почувствовал а вот здесь вот сейчас на нос больше кор больше кожи как это кожа начинает присутствовать причем кожа такая такая вот сыромятная грубая дубленная кожа новая такая вот какая-то новая кожаная вещь или кожаные сапоги вот пахнут так приличные конечно же нет здесь по-прежнему все так невинно ну что ж еще один глоточек а то я опять отвлекся на ароматику да вот и вкус тоже такой сейчас вот как раз продолжается ароматика вкус продолжает тему ароматики появились ноты кожи ноты дерева я бы не сказал что это там какое-то конкретное дерево дуб или еще что там а вот ноты какой-то мебели ну такой очень хорошего качества новая мебель вот она имеет такой запах наверное здесь и чуть-чуть конечно же лака и чуть-чуть мастики все присутствует а ну-ка вот отсюда попробуем глоточек ваше здоровье дорогие друзья вот здесь сейчас я почувствовал горчинку и такой ожог небольшой гортани при глотке и после вкусе здесь такое горьковато сладкое после вкусе продолжительное но не богатая не богатая а ну-ка вот отсюда про послевкусие ну и заодно может быть во вкусе что-то вот кстати ароматика меняется вот время идет так неторопливо и вот здесь ароматика здесь нет а здесь вот ароматика меняется немножко мягче стало хотя и было не жестко давайте попробуем что здесь со вкусом по истечении времени и так ваше здоровье вы знаете помягче чуть-чуть помягче вот отсюда идет чем отсюда не знаю уже почему то ли сам глоток здесь получается как-то чуть побольше и сейчас вот спиртуозности пожалуй вообще нет но единственное при глотании чуть-чуть такой вот ожог гортани именно не более того и после вкусе да такое такое самогонистая с горчинкой и в то же время со сладинкой но есть и здесь такое как что-то квашеная но вот такой немножко деревенский момент здесь присутствует ну что ж наверное не буду мучить вас загадками догадками наверное мне этот напиток нравится хотя я помню что базовый релиз он был помягче значительно здесь вот честно говоря благодаря градусу чувствуется такая вот жесткость и здесь уже чувствуется характер характер напитка я не приготовил воды можно было бы добавить капельку воды понять как раскроется этот напиток при добавлении воды потому что многие рекомендуют даже производители даже иногда на этикетках пишут даже не на контр этикетках на основных этикетках что возможно добавление воды или льда поэтому я думаю если сюда добавить водички немножко или льда то вкус по крайней мере станет мягче ароматика станет ярче вот но буду уже делать эти эксперименты позже а сейчас я не знаю честно говоря сколько стоит на сегодняшний день этот релиз в наших магазинах вот не помню где-то я что-то видел и что-то там было в районе по моему тысяч четырех думаю что за эти деньги вот в таком красивом графини вот такая вот наверное все таки самодостаточная жидкость ну наверное может стоить этих денег вот хотя вот тут уже кому как кому-то нравится очень часто бурбоны за то что они очень легко пьются здесь я бы как бы не сказал что этот напиток прям для такого вот прям резкого проглатывания вот чувствуется когда вот отсюда глоток побольше делаешь что прям такой ожог поэтому возможно для того чтобы его пить поинтенсивнее надо его разбавить чуть-чуть водичкой а вот для того чтобы смаковать вот просто получать удовольствие от всех нюансов участки слинки стало как-то побольше то есть этот напиток вот способен раскрываться чего не скажешь о многих напитках попроще которые вроде бы пьются и легко но изысков них меньше здесь вот возможно он так немножко сурово проходит через глотку как говорится вот может у меня глотка такая может сюда на такую пиратскую глотку чтобы закидывать напитки вот в таком градусе но вот для меня вот такой градус это повод вот именно вот смаковать потихонечку маленькими-маленькими глоточками да и вот даже во вкусе вот сколько времени прошло наверно минут там 10 пока вот мы общаемся и вот уже как бы происходят такие перемены уже какие-то шоколадные нотки появились то есть предполагаю что если еще подольше посидеть вот так вот просто держа жидкость бокале то появятся еще какие-то нюансы так что наверное я рекомендую этот напиток тем кто любит бурбоны кому интересна эта тема кому не жалко на какие-то открытия потратить какие-то деньги то наверное рекомендую так что ну вот это и было резюме поэтому дорогие друзья спасибо что бываете на канале спасибо что смотрите делитесь комментарии ставьте лайки и надеюсь до новых встреч всего доброго до свидания